Что это за стул такой? Ну там начнутся посты, а потом посложнее. Вот так, можешь сесть, вот так. У меня тут такое есть, на самом деле. Меня тренер на улице нашел. Были ли у тебя парни, я, дети или Олимпийская золотая меда? Запикайте. Так я сейчас разделся и показала. Не только я. Пакеткой ты играешь. Я заработал себе на айфон. Оля, привет. Приветик. Хотелось с тобой поговорить сегодня на очень острые и всех волнующие темы. Готова ли ты? Нет. Говорить правду, только правду, ничего кроме правды. Ну что же, посмотрим. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в ментон? Мы сегодня это обсуждали. Меня тренер на улице нашел. На улице тренер нашел? Да, в Солнцево, да. И поверил в тебя? Нет. Он увидел просто большую кучку людей и поверил в большую кучку людей. Выцепил тебя из кучи. Да. И столпы. Да, и повел в зал, и я зашла туда на 20 лет. Представляешь? В один и тот же зал? Нет. Слава богу. Так, скажи, пожалуйста, считаешь ли ты бадминтон маленьким видом спорта? Или это большой вид спорта, о котором просто мало кто знает? В России это маленький вид спорта. До сих пор там многие даже не знают, что это олимпийский вид спорта. Поэтому в России это маленький вид спорта, но с большим потенциалом. А скажи, следишь ли ты за другими маленькими видами спорта? Какие они? В чем отличие бадминтона от... Ну, допустим, зачем ты еще следишь? Что ты еще смотришь? Блин, если честно, не зачем. Но вот я знаю сейчас всякие сквоши популярные, падл, сейчас набирают тоже оборот. Но их прямо сейчас деньги в них идут, в эти виды спорта, и такие популярные они считаются. Схожий ли вектор развития этих видов спорта с бадминтоном? Или у нас какая-то, может быть, совдеповская история? У нас что-то стопорит точно. Мне кажется, отсутствие спонсоров. Хорошо. Ну, в общем, ты переживаешь за то, что бадминтон имеет низкую популярность. Да, да, да. Я хотела бы это как-нибудь испрать, если бы я знала, как. Ну, вот смотри, ты красивая девушка, ты успешная девушка, ты чемпионка всему наследию. Я не пойду на OnlyFans. Так, ладно. А, это был следующий вопрос. Андрей, извини, не вышло. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты пошла в спорт. Это была поддержка твоих родителей, или это была твоя личная инициатива, твой энтузиазм? Ну, так как меня тренер нашел вот на улице, и я бы сказала, что, наверное, это я хотела, потому что мама не верила, что это что-то профессиональное. Вот, поэтому, наверное, да, это чисто моя история. Ну, когда поперла, когда стала все выигрывать, когда пришли победы, поменялось ли отношение родителей? Да, мама потом признала и сказала, что, блин, это реально твоя профессия, и давай все, вперед. Ну, это было, наверное, в лет 18. Она хотела, чтобы я пошла учиться, а я пошла вот в бадминтон. Ты молодец. Ты молодец, что не послушала маму. Мы очень все этим довольны. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя парни не из мира спорта? Далекие от спорта, не спортивные, не активные. Ну, мне интересна твоя личная жизнь. Ни бадминтонисты, в смысле? Пускай это будут и не боксеры, слава богу. Ну, будете, да. Да. Ревностно ли они относились к тебе, к тому, что ты такая, ну, как бы, у тебя есть уже успех, потому что ты чего-то добилась. Не все же, не каждый это может добиться, а у тебя есть четкое вспоминание того, что ты чемпионка. Была ли ревность в отношениях между парнем и тобой в твою пользу? Ну, я бы так не сказала. Мне кажется, они все думали, что у меня такое какое-то хобби, и, ну, так, с умирением смотрели, типа, бегай, да, с валанчиками. Ну, если нравится, то занимайся, но никто, как бы, наверное, из них не хотел, чтобы я прям, там, играл до 35 лет. А как ты считаешь, влияет ли спорт на становление характера? Становление характера. То есть, и становится ли твой характер, ну, ты девочка, да, становится ли спорт таким, знаешь, что-то вот, как вот строгий, серьезный, взрослый, немножко даже, может, мужской характер становился ли в тебе, менялся ли он у тебя? От школьной девочки до вот сборной России. Ну, мне кажется, вот как раз на корте я вот как раз перевоплощаюсь в какую-то, ну, слишком серьезную такую всю в эмоциях, наверное, воинственных каких-то реально, в мужских, а вне корта я все равно стою с девочкой-девочкой. Это прекрасно, это прекрасно, это мой следующий вопрос, ты два в одном, молодец, сэкономил на время. Скажи, пожалуйста, что важнее все-таки, большой спорт или личная жизнь? Давай поставлю острее вопрос, у тебя есть только один выбор, семья, дети или Олимпийская золотая медаль? И выбрать можешь только одно. Только одно? Да. Спрашиваешь, если бы ты меня... Вот сейчас. У тебя есть золотая Олимпийская медаль? У меня нету золотой Олимпийской. У тебя есть дети и муж? Нет. Выбирай. Ну, сейчас я выберу семью, семью и откажусь от Олимпийской медали. Если бы ты меня спросил там чуть пораньше, несколько лет назад, я бы тебе точно сказала, что это медаль. Хорошо. Скажи, пожалуйста, много ли у девушек-спортсменок друзей и подруг вокруг них? Или это люди, которые сами по себе идут по жизни? Им никто в принципе не нужен. У девушек-спортсменок, именно бадминтонисток. Да, да. Девушек вообще сложно с подругами. Почему? Наверное, какая-то женская ревность, отсутствие солидарности. Не, ну мне, кстати, повезло, у меня все хорошие подружки, они есть и в бадминтоне, те, кто бросили, и мы до сих пор общаемся, и в бадминтоне кто до сих пор, и те, кто даже не связаны с бадминтоном. То есть, я бы сказала, что у меня хорошие подружки. Привет. Привет, ты тоже у них так знаешь. К сожалению. Хорошо. А скажи, пожалуйста, нравишь ты сама себе в отражении зеркала? Сегодня что за выпуск? Сегодня выпуск. Это что за? Ню. Сейчас. Я себе сейчас очень нравлюсь, да. Прекрасно. Гордишься ли ты за себя? Вот в данном этапе жизни, посмотря назад, обернувшись назад, гордишься ли ты за себя, за свои достижения? Ты сейчас подводку к чему-то, да, делаешь? Я просто... Желтую подводку. Что мне потом будет, да, что потерять? Свою честь и достоинство. Да, я горжусь, какой я путь проделала, сколько у меня титулов, регалии, вот это всего. Я всем горжусь. Прекрасно. Кого бы ты могла назвать своим, может быть, вторым отцом, или мамой, или наставником, человеком, на котором ты равняешься? Какой это твой идол, идеал, икона твоя? Любой человек. Не обязательно из бадминтона, не обязательно из шоу-бизнеса. Может быть, просто там сосед дядя Петя, понимаешь? У меня, наверное, нет такого человека, я бы сказала, чтобы на кого-то я там именно молилась. Есть люди, которых я уважаю, правильно, допустим, я уважаю своих тренеров. Игорь Федорович и Николай Владимирович, потому что... Запикайте. One love. Вот, потому что я знаю, сколько... Какая-то вообще неблагодарная работа быть тренером, и сколько они сил и эмоций вложили в нас. И поэтому они будут... Ну, все мои тренеры, кто у меня были, я прям снимаю шляпу и с ними... Ну, со всеми в очень хороших отношениях. Какой был вопрос? Ты на него ответила, ты молодец. Ты, в принципе, на все вопросы пока неплохо отвечаешь. Спасибо. Скажи, пожалуйста, кому бы ты позвонила, если бы выиграла Олимпийские игры? Первый твой звонок. Маме и сестре. Маме и сестре? Да, да, в солнце. В солнце. Они должны быть в солнце. Да, они должны быть в солнце. Не на трибунах. Сидят в солнце. А кому бы ты позвонила, если бы у тебя были проблемы с законом, с мафией, с бандитизмом? Ты попала в сложные ситуации. Есть ли у тебя в телефоне номер человека, который бы тебе помог? У меня прям вообще пипец, да, проблемы? Да. Вот как сейчас примерно? Ну, кому-нибудь из бывших, наверное. Так, у Оли бывшие бандиты. Вопросы меняем. Дальше другим. Чего нет, не надо? Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты себя эмоциональным человеком? Нет. Я очень сжатая. То есть ты... Вообще, мне всегда очень интересно было, спортсмены закрытые люди, эмоции находятся внутри них, или они в какой-то момент их выбрасывают? Ну, мне кажется, на корте я как раз их выбрасываю, наверное, даже слишком много. А вот в обычной жизни я такая. Спокойная. О, то есть как в обычных человеках наоборот получается. Интересно. Что потом? Что после спорта? Что тебе еще интересно, кроме спорта? Что будет дальше? Ну, я хотела бы... Я хотела бы остаться в спорте. Я хотела бы, наверное, тренировать. Мне нравится обучать людей. И я бы хотела, наверное, чем-то управлять в будущем. Ты чувствуешь себя в какую-то такую внутреннюю власть, да? Да, мне кажется, я бы... Ну, я ответственная и внезадачная, поэтому, мне кажется, я бы могла бы что-то открыть свое. Согласен, да. Будущий работодатель, обратите внимание, Ольга действительно очень ответственный человек. Да. Можешь ли ты показать... Всегда очень интересно фигуры девушки, спортсменки. Можешь ли ты показать бицепс-бонтониста? Женский бицепс-бонтониста. Есть ли вообще такое понятие? Женский бицепс-бонтонист. Хочешь, чтобы я сейчас раздел все показала? Не только я, поверь мне. Все наши... Ты прикалываешься сейчас? Нет, я совершенно не прикалываюсь. Мне нужно увидеть... Это у тебя в пункте? Это у меня пунктик здесь. Это здесь пунктик. Ты фетишист какой-то? Бицешист? Ты реально сейчас просто пытаюсь... Ну, напрячь надо, чтобы он был рельефный. Говорят, что руки некрасивые бонтонистов. Я хочу посмотреть. У меня чуть-чуть есть. Прекрасная рука. Все? Прекрасная. Оль, всем интересно, какой ракеткой ты играешь? Я играю Йонгсом, Арксавером 11 Pro. Как давно она у тебя? Около года, наверное. Хорошая ракетка. Хорошая. Ломала ли ты какая-нибудь ракетка своей? Нет. Ни разу в жизни? Ни разу. Вот, ребят. Вот, ребят. С кем ты играешь в пару? С Анастасией Акчуриной. Кто в вашей команде главный и похожи вы с ней по характеру? Или вы разные? Блин, ну мы вообще разные. Настя, она такая спокойная, уравновешенная. У нее так все под контролем. А я, наоборот, такая на эмоциях на корте, как Фурия. Вот. Мне кажется, это как раз в балансе. То есть я ей не даю уснуть, а она мне не дает выплеснуть вот эту всю энергию, эмоции на корте. А кто вас поставил вместе? Кстати, мы сами решили. То есть у нас тогда был такой переход, у нее не было пары. Я как бы там тоже искала какие-то варианты хорошие. И вот мы с ней такие, давай, давай, все. И главное достижение у тебя тоже с ней, правильно? Да, да, да. Третье место на чемпионате Европы. Скажи, пожалуйста, главный миф, который висит в воздухе. Бадминтон приносит деньги в итоге? Ну, приносит, конечно. Но, наверное, не такие большие заработки, как там в других видах спорта, как там в теннисе, даже как в настольном теннисе гораздо больше, в баскетболе, там в женском тоже больше. Ну, деньги есть, но... Деньги имеются? Да. Ну, немного, но имеются. Так, значит, у Оли деньги имеются, мужа нету и крыша есть. Да нет, ну не большие, ну мы о каких сумах говорим? Мы о каких сумах говорим? Каких? Ну, просто это хороший заработок, но... Оля, какая у тебя сумочка? Какая фирма сумочка у тебя? У меня? Да. Йонекс? Пинко. Пинко. Да, но это не люксовый бренд, это, ну... Это тинейджерский бренд для подростков, я знаю. У меня племянница. Где и как отдыхает Оля Морозова? Где была последний раз Оля Морозова на отдыхе? Оля Морозова в последний раз была в Америке, в отпуске. В отпуске? Да. Там не было бадминтона совсем? Ну, как сказать? Это же отпуск. Нет, ну я туда поехала и чуть-чуть заработать денег на отпуск. Ты на отпуске заработала на отпуск? Ну, плюс-минус. Ну, то есть меня там приютили, меня там кормили. И ты заработала? И я заработала себе на айфон. Ой, это очень хорошо отдохнуло. Да, молодец. Да. Оля, ну ты счастлива, ты счастлива? Да, я сейчас счастлива. Прекрасно. Скажи, пожалуйста, напутствие и вообще пожеланий, и расскажи, что же такое принес в твою жизнь бадминтон, ради чего ты говоришь ему спасибо и ради чего мы все так любим его? Я считаю, что бадминтон – это просто, это невероятные эмоции, которые мы испытываем и на корте, и вне корта. Вот эта вот соревновательная рутина, путешествия, люди, с которыми мы общаемся. И я думаю, что ни один спортсмен, бадминтонист в особенности, я думаю, не жалел ни одного дня, что ушел в этот вид спорта и потратил на него многие годы, но вот эти эмоции – это бесценно. Я вот уверена, каждый, кто пойдет в бадминтон, испытает это на себе. Оля, ты очень классная. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»